Школу-интернат для будущих чемпионов планируют открыть в Краснодаре в районе баскет-хола и Ледового дворца. Жить там и заниматься различными видами спорта будут около 300 детей. Это будут лучшие из лучших, которых отберут со всего края. Как отметили на совещании, в регионе растет мода на здоровый образ жизни. Почти половина населения Кубани занимается физкультурой, а более 200 тысяч детей посещают спортивные секции. И со своей стороны краевая власть создает для этого все условия. Для нашего края спорт это не просто приобщение молодежи к физической культуре. Это такая региональная идея. Она в том числе лежит и в основе молодежной политики в регионе. У нас не спорт ради спорта. У нас спорт должен быть образом жизни, потому что поговорка, которая была в моей юности, в здоровом теле здоровый дух. Вот сегодня здорового духа отчасти может быть и не хватает. Но тем не менее мы здесь с точки зрения спортивной подготовки не останавливаемся, особенно в части спорта общей доступности. Это для нас очень важно. Спорт высоких достижений, конечно, это гордость, это замечательно. Но большой спорт, без массового спорта не может быть, потому что есть те ручейки, которые формируют огромную реку наших олимпийцев в том числе. У нас действительно создана сильная, мощная спортивная материальная база. И сейчас она создана в основном в районных центрах и в центре нашего Краснодарского края. Но сейчас 20 малобюджетных спортивных комплексов мы строим именно в крупных станицах, где тоже, кроме фактических спортивных залов при школах, ничего нет. Это там проживает 10, 15, до 17, до 20 тысяч человек. Тех, кто внес свой вклад в развитие спорта на Кубани, Вениамин Кондратьев отметил наградами. Медали за заслуги перед Отечеством второй степени был удостоен ректор Кубанского университета физкультуры Султан Ахметов. А директору Центра олимпийской подготовки Ирине Гаврик присвоили звание заслуженного работника физической культуры России. «Спорт – это наша целая жизнь. И мы учимся, и дети учатся преодолевать трудности, учатся победам, поражениям. Вообще в жизни только трудности учат чему-то, а награды, победы, они просто придают сил, понимаешь, что все это не зря». Во всех районах Кубани построили 572 спортивные площадки. В основном они расположились в небольших станицах и поселках. С начала этого года по всему краю заработало почти 60 воркаут и скейт-парков. А сейчас по поручению губернатора разрабатываются типовые проекты спортзалов для сельских школ.